друзья мы в дубае на блокчейн life 2024 мероприятие будет идти два дня а спонсор этого выпуска кейн change физические офисы по всей стране больше 64 вы можете поменять безопасно свою крипту приятного просмотра ну что начинаем наш съемочный день сейчас покажем как на входе там сколько людей сколько бейджиков там получают там реально много где горят что будет 10 тысяч людей сегодня посмотрим пойдемте за мной а 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 ну что мы внутри и вот здесь проходит регистрация народу очень много я так понимаю что что в бип что в стандарте одинаковое количество людей может быть сегодня как раз наберется 10 тысяч человек это будет я думаю что рекорд для блокчейн лайфа знаете вот мы каждый год с 21 года начиная посещаем каждый блокчейн лайф и стенды становятся все лучше и лучше и лучше понимаете уже но раньше были такие там три стенки там грубо говоря и все сейчас уже просто посмотрите что происходит двухэтажные стенды какие-то там я не знаю прям целые сооружения которые построили за два-три дня буквально уровень растет и растет друзья ну что первое интервью на блокчейн лайви 2024 и конечно же мы возьмем интервью у евгения сапожникова кейн экченж спонсор этого выпуска ребята это один из самых крупных обменников по всей стране более 64 офисов физических офисов где вы сможете безопасно поменять свою криптовалюту жень привет привет как дела да все в порядке на блокчейн лайф мы встретились огромное количество народу видно что криптосфера прям вызывает интерес и процветает слушаем расскажи пожалуйста вот за последний год взрыв просто у тебя компании и физических офисов как ты вообще справляешься с этим вот наплывом не знаю трудности и вообще как ты вообще-то хочешь на все это время ну конечно здесь основное слово не успеваешь сам делегирую да то есть и конечно у меня выросла команда за это время получилась гораздо много ребят и ребята очень крутые умные и главное быстро да потому что сфере обмена нужно быть прям быстро быстро посчитать показать сервис все идет вокруг этого слова но при этом не забыть про безопасность потому что как говорится когда торопишься и можно сделать ошибки да потому нужно обучать свою команду согласен кстати говоря мы за кадром говорили с ребятами за команды с жене научился делегировать уже потихонечку потому что много делал сам поэтому наверное все таки росли происходит расскажи можем ли мы говорить о твоем новом продукте который в скором будущем появится это мобильное приложение где люди смогут безопасно менять свою криптовалюту да мы можем говорить что мобильное приложение находится в разработке да оно будет очень удобным по функционалу вы сможете быстро записываться сами на определенное время в офис безопасно соответственно получать наличные ну и там будет много очень фишек которых сейчас нет в обмене да фишки мы раскрывать не будем которые чтобы никто пока приложение делается не взял себе хорошо как тебе вообще вот блокчейн лайф именно вот 2024 по мне ну мое мнение намного каждый раз как будто масштабнее ну вот говорят что 10 тысяч людей мне кажется что есть все таки десятка как ты как тебе ощущение ощущение что людей очень много 10 есть я думаю ну как заявлено 16000 участников да ну есть просто есть те кто я знаю лично мои знакомые кто там пришел на 20 там 30 минут на час да со всеми пообщался ушел то есть понятно что в моменте все тут не находятся в моменте собрались здесь бы вообще было вот так плотничком не пройти но в моменте вот сейчас я думаю что вот десятка наверное есть потому что еще на улице тысяч пять стоит реально много не это очень не классно то есть большое количество общения да ну и тут уже видишь что время да то есть выбираешь с кем общаться сколько времени потому что если неразумно подходить к этому быстро в рей пролетит а и ничего не успеешь давай еще скажем для новичков вот я новичок грубо говоря и хочу зайти в крипто индустрии в крипто рынок купить что-нибудь себе у нас сейчас он зажали гайки настолько что там пи тупи карты блокируют и все остальное как через твой обменник завести легко и быстро деньги вот у нас даже вчера там в чате писали у меня в моем городе там нету обменник а я захожу смотрю кейн экченж там есть ну как нету то есть что делать зайти к нам на сайт создать заявку да записаться в офис на обмен да прийти мы работаем с минимальными суммами от 100 тысяч рублей да в любом офисе и мы безопасно обменяем ваши наличные на любую криптовалюту то есть и поможем с кошельком если вы не умеете пользоваться не знаете куда нажимать какие сети мы в офисе это вам все объясним да если у вас нет кошелька мы можем помочь его зарегистрировать потом процедура будет максимально простой и безопасный и комфортный для вас и вы кроме того что произведете обмен да вы еще и научитесь да кстати ребят на самом деле все менеджеры в офисах могут вам помочь установить показать и как это сделать спокойно и безопасно не переживайте в офисы приходите там реально сидит сидят крутые специалисты крутая команда по всей стране зайдете на сайт посмотрите список городов вы удивитесь но я думаю что в вашем городе есть обменники и мягчейн а если нет то скоро откроется хорошо мобильное приложение открывание офисов и так далее да ты набираешь ли команду сейчас кто может быть требуется и специалисты команда да команда конечно требуется постоянно да и нехватка и менеджеров в ряде городов да но опять же менеджеров так каждого да не возьмешь работать с деньгами нам сейчас требуется чарного после кадровик есть а вот и чар сейчас нам нужно все-таки посильнее чара прямо такая острая потребность данный момент потому что и нам нужно начальник отдела контроля качества с мы сейчас хотим вот запустить отдел контроля качества все прописаны должностные обязанности как мы видим этот отдел что нужно проверять ну то есть потому что ну бывает при перегрузе моменты что какие-то регламенты не соблюдаются тобой очень редко но все же мы хотим rasa контролировать получать обратную как к Small mobile а все прошло хорошо а могло быть еще лучше да и мы это сможем сделать только если будем получать обратную связь ztuleр чтобы ни одного недовольного клиента да то очень важно работать с недовольными клиентами потому что недовольный клиент и он как раз показывает тонуть чем можно работать клинум øЖ недовольные распоминять папа многие уйти да если что-то ему не понравилось и ути конкурентом да потому-ин работать и в ближайшее время ожидайте запуска отдела контроля качества мы точно запустим и будем получать от вас обратную связь ребят если вам нужно поменять свою криптовалюту фиат в рубли или рубли на криптовалюту в любые суммы я вам говорю точно любые суммы но вы можете обратиться к обменник ребятам посмотреть на сайте список городов создать заявку с вами свяжется менеджер вежливый менеджер и вы сможете прийти и спокойно обменять свою криптовалюту и купить все что вы хотите на нее там биткоин эфир и так далее через ее из детей важный момент мы еще москве открыли новый офис на неглинной то есть есть в москве вот такая категория клиентов которые мы не поедем сити там много камер там неудобная парковка но это правда как вот в сети там быстро припарковался она не глина у нас там выкуплены парковочные места для клиентов вы приезжаете мы открываем шлагбаум вы заезжаете все быстро в центре москвы напротив центра банка недалеко от большого театра от сумма можно совершить обмен от центра банка как раз там сотрудники центра банка ходят меняют для своих нужд ребят все ссылки будут в описании обменник точно проверены криптоэмерженси рекомендует пользуйтесь на здоровье спасибо же спасибо спасибо Друзья, продолжаем брать интервью и подошли к классному стенду проект CRGPT. Поговорим о нем, что это такое вообще. Привет. Привет. Расскажи о своем проекте CRGPT, что это такое? ГПТ – это комбинация технологии блокчейн, и мы сокращаем разрыв между криптографией. Как это работает? Что это вообще такое? Позвольте мне показать вам, каким образом вы можете разговаривать с нашим ассистентом на вашем родном языке. Так что, если я могу вас попросить, спросите Шиллера здесь на русском, о чем хотите. Привет, как дела? Привет. Что делает уникальным вашу разработку? Итак, уникальность в том, что у нас есть персонажи, которые разговаривают друг к другу. Таким образом, мы персонализировали каждый искусственный интеллект для выполнения разных задач. Шиллер – главный человек, который сейчас будет говорить, он как пиарщик и представляет Брэн. Но еще у нас есть Голди, которая работает ассистентом по торговлю. Она может проанализировать графики для вас и провести вас по вашим торговым сценариям. Филлер может проанализировать официальные документы для вас. Он обычный парень. Он работает в магазине бургеров. Есть ли ваш токен или где он торгуется вообще? На какой бирже может он торговаться и как можно на нем заработать? Занимаюсь любимым делом анализом кректора рынка. Как твои дела? Что нового в твоем мире как товару? Если есть вопросы по графику или торговле, давай обсудим. Разговаривает по-русски, говорит, давай обсудим твои вопросы по графику. Нормально работает, прям четко, без акцента. Если вы хотите заняться трейдингом, например, если вы новичок, то это хороший инструмент для начала. Вы можете обучить вас вести в курс дела. Конечно, вы можете делать более продвинутые вещи, анализировать графики. Вы можете видеть диаграмму. В ней есть технические данные, фундаментальные данные, а также новости. Так что это может свести все воедино для вас. Как вообще вы улучшите трейдинг для обычного пользователя? Вот именно пришел новичок, самый новичок. Да, но в основном это похоже на работу психолога. Таким образом, это помогает вам убедиться, что действия, которые вы совершаете в криптографии, не являются неправильными. Представьте, что вы просыпаетесь утром и видите, например, падение курса биткоина. Вы хотите убедиться, что это всего лишь падение, не так ли? Таким образом, вы общаетесь с искусственным интеллектом, как со своим личным помощником, и это позволяет вам немного облегчить себе задачу. Таким образом, одно из преимуществ заключается в том, что вы можете рассказать о своих торговых стратегиях. Какие риски для пользователя, для самого новичка? Что он может, может ли он потерять свои деньги? Управление рисками всегда на вашей стороне, и искусственный интеллект это знает. Поэтому, всякий раз, когда они говорят о сценариях обучения, например, вы знаете, что они ставят риск на первое место, они говорят вам обращать внимание на то, что вы делаете. И быть осторожными, всегда оставаться осторожным. Какие вообще у вас планы по развитию вообще? Вот вы выходите на рынок, допустим, там, российский рынок. Вам насколько это интересно? Так что идея заключается не только в торговле. Мы хотим, чтобы у нас были эти аватары. Видите ли, у нас есть четыре персонажа, и мы хотим, чтобы они использовались в бизнесе. Так что долгосрочное видение заключается в том, что у вас может быть свой бренд. А эти ребята или заказчики, которых вы можете выбрать сами, могут представлять вас. Так что представьте себе будущее, в котором с помощью криптовалюты вы сможете использовать токены. Ребят, на самом деле классный проект. Проект идет на международный рынок и на рынок СНГ. Ребята хотят двигаться именно, ну, скажем так, не стесняются, да, там, некоторые говорят, мы не пойдем на рынок СНГ, там, на рынок в России. Они хотят, они двигаются сюда. И как раз у них есть русский интерфейс, там, разговаривает CRGPT по-русски. Я думаю, проблему вас не составит. Вы можете посмотреть все это по ссылочкам в описании. Crypto Emergency рекомендует. Спасибо большое. Thank you very much. All right. Take care. Take care. Друзья, ну что, второй день Blockchain Live и подошли вот к интересному стенду. Посмотрим, что за проект. Станислав, привет. Привет. Что у вас за проект? Расскажи, пожалуйста, классные, красивые. Что делаете? Мы запускаем платформу для пир-то-пир международных платежей. Наша основная функция – это сделать так, чтобы любое комьюнити, неважно какой язык вы говорили, мы могли делать простые платежи из одной страны в другую, не используя банковский сейф, не регистрируясь и не покупая криптовалюту на каких-то биржах. А просто это молоток, который позволяет тебе перевести деньги в тридематический портал из одной страны в другую. Быстро и дешево? Хорошо. У меня такой вопрос, да, как зайти тогда? Вот у меня рубли, да, я нахожусь в России, я сижу с рублями, пусть Новороссийский – наш город. Что делаем? Все элементарно. Регистрируетесь на платформе, проходите проверку, выбираете город. Что за проверка? Стандартный кейв оси от международных лидеров. Находите, куда вы хотите отправить, допустим, в Дубай. Вот хочу, там, тысячу дирхам отправить девушке на карточку. Дальше выбираете исполнителя, кто это сделает, вы отправляете рубли. А куда отправляем? На карточку другого физического лица, такого же члена комьюнити, как и вы. Питапи. Да, стандартный питапи. Просто у вас, получается, будут верифицированы и те, кто занимается обменом, и обычные пользователи, да. То есть, грубо говоря, будем использовать вашу площадку, те, кто ушли, там, с Бинанса, там, и так далее, да. Да, все это так. То есть, именно Питапи-площадка не в рамках биржи какой-то, а именно Питапи, да. Хорошо. Это мобильное приложение? Да, конечно, мобильное приложение. Лаунч планируем 1 июня, вы можете его скачать. Сейчас в мае будет веб-версия, вы можете это протестировать, посмотреть, как это все работает, сколько это в целом просто. Естественно, площадка внесет полную финансовую ответственность за каждую операцию, поэтому, если что-то случилось с вашими... То есть, блокируется, да? Блокируется полностью сумма, не дай бог, что-то у вас случилось, мы, как площадка, 100% возместим вам деньги. Либо обратно вам на карточку, либо просто проведем этот платеж самостоятельно. А о каких суммах идем речь? Допустим, 100 тысяч долларов, так же берете, такие же, как бы... Мы хотим сейчас расточиться на маленьких платежах, на микротразакциях, на обычных людях. Лучше больше людей, да? Лучше больше людей с маленькими чеками, тогда всем будет абсолютно комфортно. Да, и вы, в принципе, можете по-карактеристике любого, чек небольшой, и таких споров, а их не так много на самом деле. Хорошо. А мобильное приложение? Оно, ну, мы как разработчики тоже уже есть, там, тест-флай, тестировались, смотрели, да? Конечно, уже есть версия. Хорошо, тогда, когда вы примерно запускать будете? Мы сейчас записываем ролик, у нас получается, сколько, 16-17 апреля, да? 16 апреля, blockchain live постоянно переносился, непонятно, что это не число. Когда вы планируете выпуск вообще своего приложения в мир? В 1 июня у нас стоит дата лонча, поэтому все, кто зарегистрировался сейчас, попадет в waiting list, будут в числе первых приглашенных с особыми плюшками, подарками и особым отношением от нашей поддержки, которая будет всегда отвечать супербыстро на любые вопросы. Это очень важно. Если будет у вас поддержка, которая именно будет отвечать, именно будет общаться, это будет прям, ну, супер важно. Да? Потому что люди обычные, им, ну, тяжело даже отправить куда-то туда, ту карту использовать, можно или нельзя. Ну, постоянно нужно взаимодействие, то есть нужен какой-то чат, где там с тобой будет общаться. Естественно. Ну, смотрите, ребят, классная идея, потому что на таких приложений, ну, я так понимаю, что даже, наверное, нет, но у ребят есть одна проблема, у них нет соцсетей. Вообще, я сейчас говорю, как нет? Вы что, в первую очередь надо соцсети делать, качать, а потом уже как бы приложение пилить. Название есть у соцсети, поэтому они пообещали, что они соцсети сделают, на момент записания ролика у них ничего нет, но ссылочки будут в описании, мы им, если что, поможем все сделать, все запустить, поэтому классное приложение, такое для комьюнити нужно обязательно, потому что мы с этим сталкиваемся, проблемы, как завести крипту, где завести, и надежно. Поэтому, ребят, вам удачи. Спасибо большое. До встречи вам. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью Blockchain Live, и встретили Алексея Фетрова. Привет, как дела? Все супер. Расскажи, как тебе конфа? Я так думаю, что, по моему ощущению, за десятку перевалило. Как ты вот думаешь? Все, ну, я думаю, 10 тысяч будет плюс, потому что кто-то придет первый день, кто-то только во второй день придет. Но тут все больше и больше народу, соответственно, приходит. Вот, мероприятия мне нравятся, люди пользуются сервисом, покупают сейчас подписки на сервис, ищем много разных потенциальных крутых клиентов, поэтому нам только плюсы. Расскажи, что за сервис, что вы представляете? У нас два. Первое – это рекламное агентство, ну, как обычно, то есть мы занимаемся рекламой, и по миру сейчас работаем с экосистемой Палька Дот, это с экосистемой Тона. Очень много разных детских проектов, много под Индией всего. Ну, и второе – то, что мы сейчас пошли уже в B2C, это делаем различные криптоинструменты для криптонов, для анализа, для заработка. Вот, и это как раз именно тот продукт, на котором я фокусируюсь. Слушай, я слышал, что у вас есть какой-то продукт, который именно отслеживает кошельки и так далее. Что это такое вообще? Смотри, арбитраж, сканер – у нас экосистема. То есть у нас есть продукт – это мы подняли ноды, мы видим все блокчейны, видим, что там происходит. И благодаря нам каждый человек может делать анализы, может искать похожие кошельки. То есть, допустим, у тебя есть кошелек какой? Ты им пользуешься. И с большой вероятностью найдут все твои вторые, все твои другие кошельки благодаря нашему сервису ИИ. Потому что мы ищем по похожим признакам кошельки, мы можем твой найти. И второй, допустим, монета какая-нибудь взять, допустим, Lime, неважно, она выросла в 10 раз. И типа понять, кто покупал с 1 марта, условно, по 9 апреля эту монету. Ни у кого такого нет. Ты можешь нажать, фильтр, и у тебя вот так вот списком выйдут соответственно эти все монеты. Ты можешь настроить их порою. Кто там заработал на этой монетике? Это получается, у кого на кошельках лежат эти монеты? Нет, никого не лежат. Кто купил и кто уже заработал, может по пейнелю, может по заработку. То есть, пожалуйста. И можешь за ними, соответственно, сразу же следить. Вот, их можешь в кошельке эти проанализировать. Массовый анализ. Нашел 20 кошельков, которые заработали там на Lime, которые выросли 15 раз. Нажал проанализировать и смотришь, что их объединяет. А, допустим, они 4 кошелька, они в какие-то еще 3 других проекта инвестировали. Два из которых выросли, один еще нет. Ты думаешь, о, значит, можно, соответственно, проанализировать этот проект. Также через наш сервис проанализируешь его. И, как говорится, вперед можно покупать. Все. Но он вообще платный, бесплатный? Или с какой-то подпиской? Бесплатный. Это вот. Ты можешь проанализировать просто какой-то условный кошелек. Все остальное. А как бы сама суть, то есть, у меня пользование, типа там отслеживание, какой-то полный анализ, анализ через яишку, фильтр. Это уже платный, там, вот 200 долларов вроде бы, да. За подписку, да. Потому что на это требуется очень много ресурсов, чтобы это все поднять. Потому что, условно, Архан писался 2 года и потратили херово тучи денег. Я это все делал своими деньгами и как бы потратил очень много денег, чтобы это все написать и поддержать. Я представляю. То есть, получается, если я завожу новый кошелек, абсолютно чистый, они связаны со мной, то, в принципе, можете отследить. Если ты какие-то действия на нем делал, определенные, то с большой вероятностью да. Короче, не скрыться теперь вообще. А если ты, допустим, вложил какой-то токен условный и заработал на нем, там, 10 тысяч долларов, я могу его найти прям с кода, просто вбиваю в системе, кто заработал больше десятки, там, допустим, кошельки, и твой кошелек покажет. Там одна сделка, десятка плюсов. Ага, смотрим, что это за кошелек. И все найдет. Ребят, пользуйтесь сервисом, ссылки будут в описании. Вообще, все вот эти вот проекты будут все в описании. Алексей Петров, спасибо большое. Пожалуйста. Ребята, один из стендов, Никита Ануфрик, канал Headliner. Посмотрите, ну, всех реально сделал. Посмотрите, какой стенд. Вот, и это не криптопроект, это медиапроект. Я вообще такое впервые вижу. Ну, на самом деле, очень круто выглядит. Давайте посмотрим, что это внутри у них. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью с Blockchain Live. Встретили Никитаса. Никитас, привет. Привет, привет. Слушай, ну ты псих конкретный. Ну, немножко, да. Решили немножко денег потратить. Скажи, сколько это стоило вообще и зачем? Четверть миллион долларов. А нафига? Слушай, я не знаю, просто мне показалось, что это некая такая, как бы, точка, когда, вот, знаешь, я считаю, что все циклично, и мы объективно сейчас на взлете, я не знаю, что будет дальше, но как будто бы в этой точке хочется сделать какой-то маленький фикс. И с учетом того, что все собираются здесь сейчас в дубках, это такая, как бы, фундаментальная история, что хедлайнеры не только, условно говоря, в интернете, не только на YouTube, а что мы присутствуем, вот, на земле, как бы, с нами можно пообщаться, у нас есть продукты. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, не думаю, что это окупится, как, знаешь, как ивент, ну, как бы, условно, с точки РОА конкретного, но я думаю, что на дистанции, там, 2-3 месяца, это даст просто нереальный буст. Слушай, ну, это... Это интуиция. Да, это штука. Ну, вот, прикольно, кстати, я тоже иду за интуицией всегда. Вот, скажи, ну, это же все-таки медиа, это не крипто-проект. Это крипто-медиа-проект, да. Ну, медиа-крипто-медиа-проект, да. Это первый раз такое, я вижу, я сколько... Я знаю, все-все, первый раз, да, да, да. Вот. Я решил, думаю, почему нет? И никто так не делал, давай сделаем, да. Слушай, ну, расскажи вообще, ты вот развитие хедлайнеров, ну, я знаю, что у тебя есть много планов. Какие планы сейчас, которые в ближайшее время ты будешь реализовывать именно у хедлайнеров? Слушай, ну, нам надо... Я хочу делать клуб 300 хедлайнеров, что это было 300 предпринимателей, которые действительно инвестируют вместе в крипту, что-то развиваются, делаются, это, наверное, первое. Второе, это сообщество трейдеров. Мы хотим делать крупнейшее сообщество, потому что трейдинг – это очень одинокая история. И если ты можешь найти environment, где ты могут поддерживать, с тобой торговать, это прикольно. И, конечно, главный вектор – это англоязычный сегмент. Я вчера разблокировал англоязычные подкасты, я понял, что я могу спокойно с любым человеком брать подкасты на английском языке. А это все, это как бы мы с тобой открываем все гости токен 2049. Я видел сторис, кто-то хорошо ввел, как бы и по-английски запинался, все круто, молодец. Ну, а вообще какие-то, может быть, именно IT-решения для своей компании, что-то делать, что-то… Ну, у меня мобильных приложений вот так хватает, что мы там, у меня вся IT-шка в параллельных бизнесах. Ну, могу кинуть анонс, скорее, что до конца года мы увидим мобильное приложение, хедлайнеры, и переведем часть штук именно вот в приложение. Вот, вот я про это как раз говорю, что будет мобильное приложение, да? Круто, спасибо большое. Спасибо. Удачи. Друзья, ну что, продолжаем. Блокчейн Лайв, второй день. И встретили Дмитрия с BitOK. Дима, привет. Здоров. Как дела, как настрой? Отлично. Не затопило тебя нигде там? Подмочило репутацию кому-то. Не говори. Да, и, конечно, жалко людей, которые пострадали. Я знаю, что кому-то затопило там дома, так далее. Мы тоже в доме живем, у нас вода была на первом этаже. В общем, это трэш-кошмар. Всех русскоязычных криптонов, видимо, решила смыть. Не говори, не говори. Залива, но все в целом окей, все в порядке. Я тебе скажу ровно. Полгода назад, когда был блокчейн лайв, через два дня началась гроза, все смело. Я был, я помню. Ну, а был шторм, но он был такой, другого рода. По лайтове. Намного лайтове. Да, да, да. У нас был метап, мы думали переносить, не переносить. Я очень хорошо понимаю сейчас то, что происходит. В целом, все очень в рабочем режиме, все в порядке. Расскажи, пожалуйста, о своей компании BitOK. Чем занимаетесь? Вкратце, потому что я понимаю, что ты как будто уже все знают. Ну, нет, нет, у нас же разные люди смотрят, видят новые подписчики. Я с удовольствием. Мы, IML провайдер, самый молодой, но при этом самый амбициозный из Убасты, ворвались в четверку больших игроков и баз данных. И сейчас работаем с крупными обменниками, биржами, банками. Помогаем им зачистить грязную крипту. Да, кстати, за кадром здесь Дима говорит, через два года а вся крипта станет уже грязная. Надо ее чистить. Да, мы провели небольшое собственное исследование внутреннее, и динамика развивается таким образом, что крипта определенных юрисдикций, определенных сущностей станет сильно окрашенной. И нужно уже сейчас думать о том, как противодействовать вот этим вот недружественным базам данных, чтобы этого не произошло. Иначе нашу крипту просто на задворок оставят. Поэтому нужно пользоваться IML проверками, естественно. А если вы бизнес, который уже покрупнее, или обменник, обратиться к Диме? И еще, какие еще услуги предоставляете? У нас выходит бот достаточно скоро. Бот будет очень мощный. Он будет помогать увидеть риски блокировки на централизованных площадках до того, как они туда попадут. Будет очень интересно. Также мы готовим инструмент для расследований, с помощью которого IML-офицеры смогут видеть, куда ушла крипта, и таким образом искать злоумышленников. И, ну, в общем, мы идем к тому, что, допустим, даже через пару лет, что все-таки расследования будут заканчиваться какими-то, я не знаю, результатами хотя бы. То есть вернут, не вернут или вернут в основном. Смотри, я тебе расскажу. Я не очень большой фанат централизации. Я все-таки почетный криптовалютчик Советского Союза или чего там, или Израиля, кому как нравится. Но могу тебе сказать так. Чем больше в рынке централизации, тем больше шансов вернуть украденное, как-то достучаться до правды, наказать скамеров. Это такое из позитивных моментов. Есть и негативные, но я считаю, что централизация рынку помогает. Я тоже думаю, что в некоторых моментах централизация нужна, или может быть, для определенных людей. Кто-то хочет пользоваться централизованными услугами, пожалуйста, берите. Кто-то хочет децентрализованной, пожалуйста, берите. Делить, наверное, надо будет. Но будем смотреть, что будет происходить. Дим, спасибо огромное. Тебе удачи. Да, тебе спасибо. Спасибо, да. Ну, Ама участвовал и дал вопросы. По дуэмаме у меня был вопрос лучший, поэтому мне подарили кошелек. Билет на Криптоюб, который состоится в 8-го июня, ребята, в Новороссийских и всех делах. Вот так вот, представляете, на форуме, в Тейлайбе бывает третьих наших подписчиков и земляков. Да, земля, поэтому мы там недалеко, 100 километров. Ну что, обед первого дня. Люди вышли пообедать. На самом деле, я вам скажу, что, скорее всего, 10 тысяч людей даже перевалило, потому что народу очень много. Вот здесь вот как раз таки организовано место, где покушать на улице, но и внутри все есть. Поэтому молодцы, ребята, классная организация. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью. Второй день блокчейн-лайв. Привет, Виталий. Привет, Виталий. Как дела? Все отлично, спасибо. Не затопило ваш стенд. Как видите, все замечательно. Быстро за ночь все починили. Ну что, расскажи, как тебе впечатление от первого дня блокчейн-лайв? Народу было, ну, мне кажется, что больше 7 тысяч. На твое усмотрение, ты как постоянный участник форума, сколько было, по-твоему? За мою жизнь, это уже 12-й международный форум. За мою жизнь их было 5. Впервые я здесь в Дубае с командой Лисунглопа. До этого в основном я был в Москве. По ощущениям, где-то 6-7 тысяч точно было. В первый день мы до самого вечера практически не садились. У стендера толпился народ. Вот, это говорит о том, что действительно большое количество аудитории удалось собрать. А он плохо считает. Раз в Дубае был, плохо считает. И было больше, чем 7 тысяч. Я вам говорю, там сидело народу столько. То есть, по моим ощущениям, ну, насколько я знаю, как считать, больше 7 тысяч было точно. Это ощущение, которое я получил на стенде. А ты не ходил, да. Мы особо и не ходим по залу. Да, это мы ходим, смотрим, увидим. Расскажи, ну, целевая аудитория ваша, это, так понимаю, стартапы, да? Те, кто захотят залиститься, те, кто хочет выпустить монеты и так далее. Сколько вы получили за вчера, допустим, ну, за первый день потенциальных клиентов? Сотни потенциальных обращений. Уже команда, которая находится в офисе, их начала обрабатывать. Это действительно сотни. Большое отличие от других мероприятий подобного масштаба. И такого масштаба мероприятий буквально можно сочетать на одной руке. Поэтому для нас оно высокоэффективно. Так, хорошо. Стартап приходит к вам, говорит, я хочу залиститься, получает лучшие условия, я так понимаю, да? Лучше даже, чем на бирже или нет? Абсолютно верно. Есть несколько причин, почему мы можем предоставить листинг доступнее. Почему можем предоставить листинг быстрее? Пожалуй, перечислю их. Первое, это прямые знакомства с контактами. Это важно. Т-левелом, владельцами и собственниками бирж. Это, конечно же, то, что эти биржи участвуют в нашем форуме. У нас есть возможность завестись с ними личные контакты. Ну, конечно же, более, уже скоро 8-летний опыт на рынке. За это время более полутора тысяч проектов, которым мы помогли. Это позволяет нам создавать оптимальные маршруты от тех точек, где проекты есть сейчас, к тем целям, к которым проекты стремятся. Как упомянул Ян, это и стартапы, это и действующие проекты, которые уже получили листинги на каких-то биржах, но при этом они двигаются дальше, к новым целям, к новым вершинам, кер-1 биржам, таким как OK, X, Bybit, Kucoin и Binance, конечно. Ребят, смотрите, чтобы вас не кинули, это реально правда, это не сколько вас напугает, не кинули вас на, не развели на листинг на какой-нибудь бирже, мошенников очень много, обратитесь в Listing Help и получите скидку, вы получите гарантированно точные контакты с биржей и листинг без проблем. Поэтому мы рекомендуем, ссылочка в описании. Спасибо большое, Ян, рекомендации. Продолжаем серию интервью блокчейн лайф, и встретили Ренат, привет! Здорово! Ары Крипто, Ары Крипто с нами. Расскажи, пожалуйста, как дела, как настроение, как тебе вообще конфа? Отличное настроение, я первый раз в Дубае, город Небоскребов, я вообще в шоке от такого мегамасштабного мегаполиса. Сюда прибыл, очень много интересных личностей, персонажей. Все хотел выцепить Андрея Грачева, не получилось, пока моя задача остается номер один. Все нравится пока. Выиграл Худи, где компания, забыл, как Bybit, а и Офикс, вот, там сейчас тоже что-то выиграл. Что-нибудь выиграю? В общем, везде все выигрываю, да. Так что мне нравится это. Скажи, расскажи про свой проект во всем, вот, видите, Ары Крипто. А, Ары Крипто Web3 Community. Вы видите, ранее рассказывал, что это комьюнити, которая у нас занимается NFT, ретродроп активностями, есть канал, выпустишься NFT, харма, под которым у нас, под NFT хармой есть приватка, в которой вы можете получить огромную кучу разной альфа информации, концентрированной информации. Чай информации куча, реально куча информации. А мы, мы профессионалы на NFT, на ретродроп активностях, мы эту информацию собираем на неделю и проводим эти закрытые войсы, где как раз сконцентрировано, сжато рассказываем обо всем, что сейчас нужно делать, чтобы заработать. То есть мы это делаем сами на ретродроп активностях, активности в крипте и рассказываем об этом нашим ребятам, собственно говоря. Ребят, 100% это, ну, реально проверенная информация, криптоэмерженцы рекомендуют, знаем их очень давно уже, поэтому точно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все социальные сети, ссылочки будут в описании. И еще один вопрос, мы как раз вчера с тобой обсуждали по новой тематике, да, да. Расскажи быстро, вкратце, где завести аккаунт, чтобы заработать 20 тысяч долларов быстро. Да. Фаркастер, наподобие твиттера, делаете касты, это типа постов, лайки, комментарии делаете. И на этом уже можете реально заработать. Это хайповая тема. В прошлом месяце ребята, имея небольшой депозит, там нужно купить всего лишь там за 300 баксов, по сути, определенное количество токенов дегена, положили на депозит. И после этого вы обмениваетесь комментариями, ссылками там дегена, делаете посты, лайки, движуху, вот эту всю наводите и получаете в конце месяца реальные токены. Вот ребята в прошлом месяце, делая вот это все, у нас 4 человека в нашем комьюнити получили от 20 до 30 тысяч баксов. Они вошли в топ 10. Это реальные кейсы, там можно проверить на дебанке. Я лично получил на этом кейсе 8 тысяч баксов, да, заработал. Ну я, у меня не это самое главное, да, стратегия на форкастике. Форкастить это по сути дела посты делать, лайки делать. В общем, интересно, но ничего не понятно. Ребята, смотрите ссылочки в описании, если будет непонятно, напишем прям напрямую тебе и спросим, как это делать, как заработать. Спасибо огромное. Все, спасибо. Спасибо. Ну что, первый день подошел к концу и будем его заканчивать возле старенькой Феррари, но я думаю, что она стоит недешево. На самом деле, мне очень все понравилось. Записали кучу интервью. Ну вы видели все это вот там, наверху. Ставьте лайк, комментарий, нам это очень важно. И продолжайте смотреть второй день вот здесь, дальше. Друзья, мы прибыли на блокчейн лайф второй день. На самом деле, не второй день, а третий день. Каким-то чудом вообще блокчейн лайф второй день состоялся. Вы знаете, что вообще творилось в Дубае? Такого не было. За всю историю Дубая, что здесь происходило, это просто жесть какая-то. Вот здесь вот посмотрите. Так вот, второй день, я думаю, что будет продуктивный. Я уверен, народ подтягивается. Невозможно доехать. Метро не работает. Такси не возят. Как-то кто-то добирается совместно. Пишут в чатах и так далее. Но криптоны, народ сильный. Все начали подтягиваться. Правда, началось все это с двух часов дня. И будет вроде как до девяти вечера. Но пойдемте работать. Ну что, вот мы и внутри. Время 2 часа дня. И все только начинается. Но народ уже подтягивается. Начинаются розыгрыши. Вот на стенде у биржи Окикс разыгрывали вроде там айфон какой-то. Постоянно можно что-то вот на таких выставках, конференциях выигрывать. Выигрывать даже вот Женя нас снимает. Он выигрывал айфон. Представляете, никакой подставы. Реально было. Поэтому посещайте, приезжайте. Не только с пользой узнать там знания, но и можно что-то выиграть. Пойдемте посмотрим дальше. Друзья, вот смотрите, майнеры, какие контейнеры выставляют здесь вместо стенда. Ставят контейнер огромный. Внутри там все как по-настоящему. Пойдемте посмотрим. Вот такой вот контейнер для майнинг оборудования. Можно, я думаю, приобрести прямо здесь. Вам его домой привезут, поставите, будете майнить. Шучу, конечно, но майнеров очень много. Ну и смотрите, какие штуки прикольные. Слушайте, ну и конечно, майнеры удивляют. Они уже строят стенды. Вот два этажа, скоро будет три. Но мне кажется, уже трехэтажный. Такие большие стенды столько, много денег тратят. Я думаю, что на конференцию они тратят около 400 тысяч долларов. Вот здесь, сюда. Если я не ошибаюсь. То есть большие деньги для майнеров. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью Blockchain Live второй день. И возьмем интервью у Яна. Ян, привет. Приветствую. Здесь на кого-то поставить желание загадывать. Биржа BINX. Расскажи, пожалуйста, как дела, как вообще форум? Ну, понятно, второй день подмочили. Но первый день как было? Народу много было? Да, на первом, первый день народу было много. Мы повстречали очень множество партнеров нашей биржи, множество подписали новых партнеров по нашей бирже. В принципе, были интересные спикеры. Ждем. Конечные пользователи были, которым, знаешь, вот такие ты, новичок. Я новичок, вашей биржей не пользовался никогда, вот хочу зарегистрироваться. Да, на самом деле мы завели много новых регистраций, именно конечных пользователей. Ребята интересуются фьючерсами. На нашей площадке, на самом деле, очень удобный интерфейс для фьючерсной торговли. Есть множество фич. Кому, кто желает, всегда можете зайти, посмотреть, написать нам. Ссылочка будет в описании. Скажи, вот я, по-моему, если не ошибаюсь, у вас KYC нет. KYC нет, но преимущество KYC дает возможность P2P, дает возможность большего вывода. В принципе, для старта можно поторговать без KYC. Но если ты хочешь иметь более расширенный функционал, то KYC пройти придется. В общем, некоторые есть криптоны, которые не хотят KYC проходить. То есть, поторговать можно, поработать можно с биржей. И расскажи, пожалуйста, если я не ошибаюсь, тоже, по-моему, к российским гражданам нет никаких санкций. Да, касаемо граждан РФ, биржа BINX не вводит и не будет вводить никакие санкции. И еще раз вернемся назад к KYC. Для истинных криптонов, те, у кого уже есть USDT, у кого уже есть криптовалюта, биткоин, неважно, любая Ethereum, для них, в принципе, KYC не нужен. Так как можно завести депозит на биржу криптовалюты, отторговать ее и также ее вывезти без KYC. Это не есть проблема. Лимиты достаточно высокие. Я думаю, хватит каждому. Слушай, P2P, больная тема, да, как раз таки. Хорошо, KYC прошли, можем пользоваться P2P. Карты российские работают? Можно там закидывать? Да, да, на данный момент поддерживается Сбер, множество банков. Я пользуюсь Сбер Тинькофф, в принципе, проблем нет, да. В общем, ребят, смотрите, Binance ушла, это печально, конечно, но есть другие биржи, вот BINX, да, где вы можете торговать без KYC, есть P2P и российских пользователей не банят. Ссылки будут в описании. Так что, Ян, спасибо огромное, удачи. Спасибо и вам, всего доброго. Друзья, ну что, продолжаем. Друзья, второй день, блокчейн лайф, и возьмем интервью у Ирины, биржа, OKEX, ребята. Ирина, добрый день. Добрый день. Как дела у вас, как настроение, как второй день? Немножко подмоченный, все говорят, но ничего. Не, на самом деле все замечательно, выставка и конференция проходят потрясающе, очень много людей, очень много общения, очень много нетворкинга. Нам все очень нравится, к нам постоянно приходят пользователи, спрашивают про нас, мы рассказываем про биржу, многие торгуют, так что очень приятно видеть много знакомых людей. А у вас российские пользователи могут же торговать? Нет каких-то ограничений? Нет, никаких ограничений нет. Мы работаем в России, страны СНГ, так что все у нас торгуют, никаких ограничений нет. Супер, отлично. А у вас вроде как можно выиграть сейчас iPhone будет, да? Да, у нас буквально через 10 минут проходит розыгрыш, мы ожидаем много гостей. Все очень просто, надо было наминтить монетку, у нее есть номер, и сейчас как раз будет происходить розыгрыш призов. Монета биржи? Да, очень красиво, специально выпущено в Blockchain Life. Хорошо, скажите, пожалуйста, какие вообще планы по развитию биржи, может быть, на 25-й год? Мы крайне заинтересованы в российском рынке, крайне заинтересованы в российских пользователях. У нас проходит безумное количество акций, у нас приходят листинги монет, у нас проходит очень много мероприятий, поэтому мы будем только развиваться. Ссылки, конечно же, будут в описании. Мы постараемся, чтобы биржа Ogex была на нашем крипто-юге, который состоится 8-9 июня. Ну и скажите, а вот мобильное приложение, насколько, как вы думаете, оно вот удобно для пользователей? Потому что вот некоторые говорят, ну неудобно мобилкой пользоваться, там с сайта заходят. Вы это развиваете направление? Если честно, максимально удобно, очень удобно торговать, пользоваться различными продуктами биржи. Я, честно, со своим не расстаюсь. Все, супер, отлично. А монетки вот у вас, которые вы говорите, листинги и все остальное, я знаю, что у вас на бирже был стейкинг. По-моему, в USDC под 50% годовых, если не ошибаюсь. Такие акции вот можно у вас ловить? Ну, частенько такое бывает. Да, приходите к нам, часто происходит, но биржи очень серьезно относятся к листингу, и у нас листятся только серьезные монеты, поэтому мы всегда очень строго относимся к этому направлению. Да, но USDC, я точно знаю, что было по 50% годовых. Ну, представляете, ребят, да, то есть вы заходите, делаете стейк и на бирже заводите аккаунт, конечно же, и получаете 50% годовых. Но это не всегда есть, там была акция короткая, но все же там много всяких разных штук. Я сам потому что знаю, пользуюсь биржей, рекомендую, я криптоэмерженса рекомендую. Ссылка в описании. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное, было очень приятно. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью Blockchain Live 2024, первый день. Привет. Привет. Привет, Юр. Как дела? Как настроение? Как конфа проходит? Прекрасно. Каждый раз, я каждый раз радуюсь. Слушай, я тебя не знал, как бы, да, вот случайно познакомились, ты говоришь, что у тебя канал по крипто, да, по YouTube канал? Да, YouTube канал, Криптобош, 215 тысяч подписчиков, все сделал с нуля именно для новичков. Ссылочка, конечно, в описании. Привет. Расскажи, вообще, стоит ли сейчас вообще начинать вести YouTube канал или вести такую деятельность? Возможно ли здесь набрать подписчиков вот хотя бы там 100 тысяч, я не знаю. Вообще 100% возможно. Особенность криптосферы, что нет сильных конферентов в YouTube. То есть есть много каналов, но таких, которые делают прям качественно, осознанно, со сценариями, с обложками. Их там, ну, человек 10 максимум. Поэтому 100% можно. Если сравнивать, допустим, какие-то другие темы, вести YouTube канал, это вот ни о чем. В крипте больше всего денег и возможностей. И все растет. Поэтому крипта, да, крипта с нами. Скажи, хорошо, ну вот помимо YouTube канала, ты же еще другие соцсети ведешь. Да. Какие ты ведешь соцсети и какие стоит вести, чтобы, может быть, там ссылки на YouTube оставлять, чтобы быстрее развить? В любом случае, YouTube это основа. Он дает самое большое погружение. Больше всего ты сближаешься с аудиторией. Дальше Insta, TikTok и в соцсетях. И отдельно я рился, не рился, а шорты делаю на YouTube. Кстати, вот говорят, знаешь, некоторые говорят, что, типа, если ты делаешь контент на YouTube, то шорты убивают твой, типа, вот там длинные ролики. Раньше так и было. Сейчас этот алгоритм поменялся. И можно туда гружать. Все нормально, ничего. Я тоже протестировал, посмотрел. Я раньше грузил на отдельный канал. Сейчас гружу 50-50. То есть... На самом деле мы тоже так делаем. Сейчас и шорты, и основные видео выкладываем. И разницы нет. YouTube, наверное, что-то поменял. 100%. Поэтому все работает. Хорошо. Давай такой самый главный вопрос. Как заработать на этом? Как ты зарабатываешь? Ну, в YouTube все очень просто. Первое, переливаешь Telegram, там продаешь рекламу и рефералки. В принципе, рефералки с бирж. Дальше. Есть небольшое обучение. То есть, прямо для новичков, службы поддержки, так, чтобы они не просто лови уроки, а так, чтобы они могли позадавать вопросы. Отдельно закрытый клуб. Это вот все, что есть у меня. Отдельно находишь ряд сервисов, которые идеально работают с аудиторией для новичков. То есть, к примеру, я плотно работаю с ребятами, которые делают торговые боты. Это лучший инструмент. Все довольны, все счастливы. Вот я там... А где торгуют торговые боты? На какой бирж? Или на любую биржу? На любую, через опишку подключается. Супер инструмент для блогера, потому что там рефералки хорошие, там много подводных, приятных камней. И для аудитории то же самое. А ты можешь отрыть сумму, какую ты зарабатываешь? Наверное, нет. Я говорю, больше 10 тысяч долларов. Больше 10 тысяч долларов. Конечно, ну все. Значит, есть смысл этим заниматься. Если вы десятку будете зарабатывать, и находясь, допустим, в России, и получать доход в долларах, то в принципе неплохо. Конечно. Но все равно нужно качать экспертизу именно в умении создавать контент. Это самое ценное. Не просто в том, что ты охреначишь, а вот смыслы. Мало кто туда идет. 100%. Хорошо. Ну а ты пользуешься услугами, там, монтажа, там, или так далее. Ты сам делаешь. Или у тебя целая команда. Нет, вначале я все делал самостоятельно. То есть и обложки рисовал, и монтаж. Сейчас, то есть моя задача написать сценарий, выбрать тему, написать сценарий, отдать на монтаж, отдать обложку, загрузить. Все. То есть это у меня делают отдельные ребята. Все супер, отлично. Ссылочка будет в описании на все социальные сети, на YouTube-канал. Ребят, подписывайтесь, смотрите. Спасибо огромное. Пожалуйста. Лиля, привет. Да, привет. Ты представляешь биржу BitGet. Да, познакомиться. Наши партнеры, мы как раз с вами работаем. Расскажи, как тебе конференция? Много ли людей приходит на стенд? Ну, конференция супер. Мы с командой готовились примерно месяц, планировали наши активити. Было там более, ну, 100 полезных контактов для нас. Мы встретили наших клиентов, блогеров. Вот, считаю, что организация на самом высоком уровне. Что бы ты, может быть, хотела бы еще добавить, допустим, на ваш стенд? Что вы разыгрываете? Кстати говоря, там много, кто айфон, кто этот. Вы что разыгрываете? Мы разыгрываем мерч с последней коллекции, тапочки. Как раз готовимся к лету, крипто-лету, крипто-югу, кстати. Крипто-югу, кстати. Да, привезем в Новосибирск. В Новороссийск. В Новороссийск. В Новороссийск. Да ничего страшного. Там просто холодно в Новосибирске, а в Новороссийске как раз тепло. Ребята, 8-9 июня в Новороссийске, в Криптоюг. Два дня будет идти. Биржа BitGet будет там, будет стенд. Они там обещали, кстати, кто был у нас на прямом эфире, всем дать по мерч какой-нибудь. Тапочки, тапочки, как раз на море ходить. Тапочки минимум. Да, ну расскажи вообще, как бы вот завтра второй день будет. Есть какие-то у вас активности, запланированные на второй день? Может быть, что-то вот еще можно там разыграть? Да, мы проводим активити-игру, там, где нужно ловить детальки и выигрывать мерч. Это где-то 3D или что? Нет, прямо на нашем стенде стоит такая круговая сфера и интересное задание на ловкость. И также у нас есть изображение Месси. Месси, это представитель нашего бренда. Вот, за фотографию с ним мы тоже дарим мерч. Так, пойдемте фоткаться, ребят. Надо всем обязательно сфоткаться. Мы этого не знали. Мне нужен мерч. То есть мне нужна майка. Нам как минимум. Да, хочу эфир провести в майке, попробовать. Но что, желаю вам удачи, желаю развития вашей биржи. Биржа классная, ребят. Ссылочки будут все в описании. Регистрируйтесь обязательно и торгуйте. Мы рекомендуем это тут 100%. Увидимся в Новороссийске. В Новороссийске, 8-9 июня. Спасибо большое. Валерий, привет. Знаете, кто этот человек? Организатор форума Bridge Minsk, который прошел, не знаю, месяца 4, по-моему, назад, да? Классный большой форум был. Расскажи, как дела, как настроение? Ну, всем привет. Настроение немного притопленное, ну, как и у всех здесь. Но, тем не менее, мы добрались, шли пешком, вот и здесь. А по поводу как дела? Притопленное почему? Потому что в Дубае было наводнение, которого не было никогда. Это можно сравнить с Вселенским потопом. Наверное, где-то тут Ной должен подплыть и погрузить нас. И довезти уже на этот раз сначала до Криптоюга, а потом до Минска. Сразу в Минск, да. Сначала на Криптоюг, потом в Минск. Ну, по пути там, в принципе, да. Расскажи, какие планы вообще? Сколько планируете собрать людей на второй форум? Планы грандиозные. Интерес к форуму галлопирующе нарастает. И собираемся собрать людей, там, несколько тысяч. Плюс. Какие там плюсы, это уже посмотрим. Все зависит будет от нашей рекламной кампании, которой сейчас начинаем. Ну, а сейчас пока что идут переговоры с основными участниками и партнерами. Какого числа? 15-16, да, июня? 14-15 июня. 14-15 июня в Минск. Ссылочка будет в описании на приобретение билетов. Покупайте обязательно, потому что форум этот стоит посетить. Ну, хорошо, поговорили о Минске, поговорили о Криптоюге, который состоится 8-9 июня в Новороссийске. Тоже всех ждем, ссылка в описании. А как форум вообще вот здесь, в Дубае, блокчейн лайв? Ну, понятно, второй день мы не берем. Первый день, как было? Как ощущение того, что постоянный рост у форума происходит? Да, по сравнению с октябрем, когда я тут был последний раз, есть прогресс, есть плюс. В тот раз мне, правда, не удалось бывать на самой конференции части, но теперь я туда заглянул, и были очень интересные спикеры. Да, ну, по мне, так, за вчерашний день, давайте мы будем вчерашний день, первый день блокчейн лайв, было больше, чем 7 тысяч и больше, чем 10 тысяч человек. Может быть, на второй день придет столько же, надеемся, но конференция масштабнее, чем была. Валерий, еще какие-то есть, может быть, помимо форума, какие-то планы у FutureBuy? В FutureBuy, конечно. У нас все тот же план, мы выступаем как агрегатор всех криптобизнесов, криптопроектов, либо других индустрий, которые связаны с криптоотраслью, криптоиндустрией. Мы их агрегируем на своей платформе, на своей площадке, FutureBuy, FutureBuy.info. И вы там можете ввести свои блоги, свои бизнес-аккаунты создавать, ну и продолжать микроизоляцию. Рекомендуем, рекомендуем криптоэмерженсии, аккаунт там есть, мы его ведем, поэтому ссылка тоже будет в описании. Переходите, подписывайтесь на наш аккаунт и как раз введите страницу на FutureBuy. Валерий, спасибо огромное, удачи. Криптоэмерженсии желают тоже стремительного роста. Друзья, всем привет. Ну что, мы продолжаем серию интервью с блокчейн лайфа и встретили Марселя. Марсель, привет. Здравствуй. Как дела? Все супер. Расскажи немножко о себе. Расскажи, наверное, присматриваешься, чтобы еще лучше организовать свой второй форум. Да. Я занимаюсь криптоэмерженсии с мая 2017 года, получается. Через несколько дней будет уже 7 лет в этом рынке. Начинал с того, что инвестировал свои деньги в разные направления. Мы там тестировали, в том числе и в ICO, когда это было очень популярно, в 2017 году. Ну и с того времени я много чего сделал. Создали свое комьюнити. У нас сейчас есть инвестклуб, в который мы заходим вместе в разные сделки. На ранней стадии заходим и встречаемся, ездим там вместе, проводим выезды. Ну и как будто находимся в рынке, зарабатываем. А ты, получается, в рынке 24 на 7, да? То есть это основная твоя деятельность. Сейчас, да. И на самом деле есть, конечно, команда еще. То есть я там не один, но глобально по криптоэмерженсии сейчас для меня это приоритет номер один. Есть, конечно, другие инвестиции. Я еще вкладываю там фондовый рынок. В свое время мы хорошо заработали на IPO в американской компаниях, но вот сейчас как бы больше в крипте, так скажем. Слушай, а когда будет у тебя второй форум? Потому что, ну, я вот, наша команда там была, как раз мы снимали выпуск тоже большой. Прикольно, классно было, молодец. Когда будет второй форум? 5-6 октября планируем в Москве собрать уже на большее количество людей. Ребят, ссылки будут в описании. 5-6 октября мы там тоже будем, поэтому давайте, приезжайте. Ну, реально такие мероприятия нужно посещать, развиваться. Тем более, как бы в Москве. Если кто-то живет, быстренько раз, приехали. Скажи, пожалуйста, ну что, как ты думаешь, вообще рынок развернулся? Все-таки это бычка настоящая или пока что так? Непонятно. Ну, мое предложение такое, что у нас буквально через, там, вот на текущий момент, там, через 4-5 дней у нас халвинг биткоина. Я думаю, что мы во время халвинга погрузимся ниже 60 тысяч долларов. Как раз, чтобы когда видео выйдет, мы уже будем понимать результаты, да? Я это канал написал, там, в свое предложение, что будет с биткоином. Я думаю, что погрузимся еще и затем где-то, наверное, там, вот 2-3 месяца у нас будет, когда биткоин будет торговаться в диапазоне 50-60 тысяч долларов, может, даже ниже. И это будет хорошее время для сезона. То есть я, в целом, биткоина ничего уже не жду, я из него вышел, когда он еще стоил, там, больше 75, я уже не держал в портфеле. Ну, и сейчас у меня задача, там, на альткоина зарабатывать, поэтому я думаю, что именно сейчас это будет, в ближайшие 3 месяца, одни из самых лучших. Потом, возможно, к концу года мы погрузимся еще раз, но вот сейчас вот по 3 месяца это будет идеально. Ну, вот, знаешь, некоторые тоже говорят, да, из биткоина вышел и все это, а потом, блин, че ж я вышел-то, да? Может такое быть, что 2-3 месяца и мы увидим как раз цену вверх, а не вниз? Ну, я думаю, что биткоин свыше 100 тысяч долларов не будет особо, то есть даже если он будет 100, ну, то есть это очень маленький там. То есть глобально потенциал роста, он небольшой, там, да, процентов 30-40, а риск, который мы себе берем, покупая сегодня биткоин, он просто громадный. Вот, поэтому я... Ребята, напишите в комментариях до 1 июня, сколько будет стоить биткоин, и тот, кто максимально ближе угадает, будет от нашей компании приз. Спасибо, Марсель, приятно было пообщаться. Ребята, всех ждем на форуме у Марселя, ссылки в описании. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью с Blockchain Life, встретили Эмиля. Эмиль, привет. Привет, привет. Как дела, как настроение? Отлично. Первое, что могу сказать, что Серега Хитров красавчик, делает второй раз подряд в Дубае шикарнейшее мероприятие. Я вообще был пять раз в Москве, второй раз в Дубае, и вот этот вид, я думаю, если камера покажет, ламба, эти стенды, уровень. И поздравляю всех, мы, наконец, были ранее, независимо от того, что пару дней назад был пролив, это лишь коррекция на обычном рынке, поэтому самое время зайти тем в рынок, кто опоздал прошлой осенью, прошлым летом, не набрал позиции и думал, что уже, так скажем, поздно. Ну и на этом мероприятии шикарный нетворк со стороны фаундеров проекта, со стороны инфлюенсеров, трейдеров. Я думаю, что за эти два дня много сделок будет, если не заключено, но, как-то, так скажем, много людей познакомится, которые потом могут сделать сделки. Сто процентов. Слушай, ну я знаю, как ты любишь мемкоины, давай посоветуем какой-нибудь нефинансовый совет, один мемкоин. Посоветуем, но нефинансовый посоветуем. Куда вложить сейчас? Нет, я могу сказать, что у меня в портфеле есть, конечно же, Пепе, я жду Пепе капа 20-30 ярдов, это где-то 10-15 сексов от текущего. Сейчас стоит покупать ее? Конечно. Ну, я бы добирал против, потому что у меня, я его намного дешевле брал, я держу, я еще даже не продавал. В Пепе, я думаю, все понимают, биткоин, Гарри Поттер, Обама, Соник Кину, когда-то он должен вырасти, но он пока болтается, плюс-минус 5 иксов. Ну и сейчас вообще по всем позициям классные цены, и могу сказать, что вот прямо сейчас, я не знаю, новости смотрели или нет, в Гонконге приняли ETF по биткоину, по эфиру. Все приняли, да? Да, и все, соответственно, сейчас должны цены полететь вверх. Так, а если вы интересуетесь мемкоином, хотите что-то вложить, ссылочка будет в описании на канал Эмиля, на Телеграм, посмотрите, пообщайтесь. Поэтому я думаю, что в мемкоинах можно зарабатывать. И криптовый траст. Спасибо огромное. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью, блокчейн лайф, и встретили нашего друга, товарища мистер Сталлер. Здравствуй, я вам, здравствуй. Не договаривались, случайно встретились. Как дела, как настроение? Да как, круто, ты посмотри, какое тут событие, мега-мега уровня проходит. Ну что, круто все, я рад видеть знакомые лица. Ну для меня это кайф, короче. Слушай, ну я знаю, что ты не собирался и такой в последний момент, поеду, поеду. Вообще, просто там за неделю, там, билет уже было не достать, уже все сложно максимально. Ну вот, приехал, вот он я тут. Ну и скажи, как впечатление вообще, стоит ли посещать такие вот мероприятия, как блокчейн лайф? Ну смотри, ты, допустим, как со стороны блогера, да, говоришь? А именно вот еще со стороны обычных людей. Стоит ли ехать? Вот я и говорю, в первую очередь нужно понять для себя, для чего ты едешь на это мероприятие. Либо нетворкинг, либо обучение. То есть ты четко должен понимать, зачем ты идешь. Вот просто прийти и вот так вот мебелью быть, это типа неправильно. Надо реально за себя сразу оценить, потому что покупаешь дорогой билет, надо понимать, что ты хочешь. Ну у тебя цель была снять интервью с криптой мертвы, все, да? Да, все, выполнено, все. Я сейчас уже улетаю, все, сейчас цели выполнены. А для обычного человека, вот что он может здесь найти? Знания, знания, нужно искать знания. Здесь много инфлюенсеров, не только из России, хотя из России, наверное, мало, да? Да, не, много на самом деле, да, да, да. Вот, американские также инфлы здесь есть. Подходите, знакомьте, спрашивайте, общайтесь вообще. Получайте знания на халяву. Не, ну супер, супер. Я тоже считаю, что нужно посещать такие мероприятия. И как раз новички много информации здесь узнают. Ну, единственное, что на английском ведут, но вроде перевод есть. Поэтому точно стоит посещать. Да, в любом случае. Ну и, конечно, стоит польза социальной сетью CryptoEmergency. Там вы можете заработать еще бонусные монеты. За счет того, что вы просто делаете посты, ведете обычную публичную жизнь блогера. И сейчас таких платформ очень мало. Реально, CryptoEmergency делают крутое дело. Я поддерживаю, я там есть, подпишитесь на меня в том числе. Заводите аккаунт, заводите аккаунт. Бронируйте никнейм, пока еще остались красивые, классные никнеймы. И покупайте монету 7. Монета 7. Обычно финансовых советов никто не дает, но монету 7 стоит. Она прям фундаментальная, привязана к социальной сети. То есть, это не скам какой-нибудь. Можете сами изучить. Делайте ресерч, проверяйте. Монета классная. Это коин нашего blockchain. Спасибо огромное тебе. Хорошего дня. Надеюсь. Друзья, ну что, гуляем мы по стендам, смотрим какие-то интересные проекты. И вот, на мой взгляд, интересный проект. Пообщаемся с ребятами и посмотрим, чем они занимаются. Алексей, привет. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о вашей компании. Чем вы занимаетесь? Как тебе Комфа вообще? Ну, Blockchain Life, как обычно, очень хорошая организация. Мы были на разных конференциях, в том числе и в Москве, которые проходили там до этого. Здесь, конечно, больше комьюнити, интереснее. Чем занимаетесь? Наш проект – это Blockchain L0, нулевого уровня. Мы разработали его, начинали разрабатывать его в 2017 году. Сейчас мы здесь находимся для того, чтобы привлечь большее количество разработчиков, стартаперов в нашу экосистему. Это эфириоподобный блокчейн? Да. То есть мы предлагаем… Он на чейн-листе есть? Да. На чейн-листе. Понял, ладно, потом узнаем, посмотрим. Смарт-контракты, возможно, о нем писать? Нет. Ну, то есть у нас есть свой разработчик, который пишет на Solidity, но это не наша основная история. Мы предлагаем именно API SDK для того, чтобы создавать на базе нашей экосистемы любые решения, будь то стриминг-сервис или какой-нибудь мессенджер. У нас здесь представлены наши партнеры, компания NoSys, которые находятся в рамках нашей экосистемы и разрабатывают хардварные решения, то есть кошелек мобильный, дашборд настольный. И также у них есть такой интересный прототип, как децентрализованная фабрика интернет-устройств. А где базируетесь вообще? В какой стране? Мы базируемся в России, в Новосибирске, в Академгородке. У нас in-house разработка, но наша команда, она раскидана по миру, и у нас юрисдикция есть в Гонконге, в Соединенных Штатах, и сейчас мы стартуем в Дубае еще в ближайшее время. А какие перспективы развития вообще, как ты видишь, в блокчейн-технологиях в ближайшие 5 лет? Я думаю, что ключевыми моментами, как обычно, будет безопасность, потому что блокчейн, он проект... Хранение данных. Хранение данных, да. И наша основная, одна из основных наших фишек – это постквантовое шифрование. В нашем блокчейне изначально зашито постквантовое шифрование, мы можем гарантировать, ну не то, что гарантировать, мы можем говорить о том, что на ближайшие годы, когда развитие квантовых компьютеров будет все больше и больше и будет появляться, наш блокчейн будет более устойчивый. И об этой проблеме нам сейчас проще даже об этом говорить, потому что тот же Бутерин говорил о том, что, ребят, как только квантовые компьютеры станут доступны более-менее, мы будем делать хардфорк. Нам делать ничего не надо. У нас все эти протоколы, они зашиты в системе сразу. Согласен, согласен. Ну что, желаю вам удачи и вашему проекту. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем занимаешься и что ты в крипте делаешь? Что я делала в крипте? Изначально я работала вообще в кибербезопасности, в сетевой инфраструктуре и потом, поскольку я понимаю, как работает полностью блокчейн, блокчейн-сети, пришла в крипту. Почему? Потому что там, конечно же, деньги. Конкретно я сейчас занимаюсь трейдингом, веду свое комьюнити. У меня довольно крупная, там не только сигналы, там еще и новости, да, то есть полностью развиваемся в том, какие есть вариации исследования, наиболее такие, скажем, тонкие моменты рынка, да, то есть это не только трейдинг с техническим анализом, который на краткосрок вам покажет, куда пойдет цена внутри дня. Но это также и среднесрочная перспектива, спот без плечей, потому что без плечей торговать тоже важно, особенно сейчас. Очень нужно торговать без плечей. Очень нужно, потому что 2024 год у нас рост, и там, независимо от того, кто вы, на фьючерсах, на споте вы заработаете. Также... Или ты этому обучаешь, получается, или просто ведешь как бы канал, говоришь, рассказываешь? На самом деле обучала раньше, сейчас это канал, сейчас это канал, и комьюнити трейдеров я собираю, поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, пишите. Ссылка в описании будет. Да, ссылка будет в описании, обязательно пишите. Посмотрим, какие у вас скиллы, насколько точны ваши сигналы, и вы можете быть в Web3 комьюнити. То есть, если, допустим, у человека, у трейдера есть какие-то сигналы, он классно торгует, попасть к вам можно, будет нести пользу людям обычным, и, конечно, вы будете совместно где-то как-то зарабатывать. Да, во-первых, это Web3 комьюнити, то есть, можно обрести информацию от других трейдеров, это во-первых. Во-вторых, людей, которые будут за вами следовать, за вашими сигналами, да, то есть, смотреть на то, насколько вы релевантны, насколько вы сильны. Идти за вами, ценить вас, любить вас, зарабатывать деньги, а вы будете зарабатывать еще больше денег. Все очень просто. Да, ребят, подписывайтесь на каналы и на все соцсети Ольги. Немножко добавлю, есть еще такая штука, как децентрализация Web3, я немножко про Web3 комьюнити упомянула. И как раз-таки сейчас тоже развивают стартап дополнительно Web3 Space. Сейчас нам в роли операционного директора, он прямо на стадии зарождения. Ну, знаем мы Web3 Space, конечно. Да, именно Web3 Space. Конечно, знаем, ребятам привет, Web3 Space. Да, я сейчас там в роли операционного директора, вот налаживаем процессы, потому что трейдинг это как направление у меня отдельное, да, и, соответственно, Web3 и агрегация того, что есть в криптомире, это очень важно. Потому что информации много, а агрегировать ее нужно и анализировать. Аминь, да, как говорится. Ребят, ну все, ссылочки в описании. Оля, тебе удачи. Продолжаем серию интервью Blockchain Live. И встретили Виктора. Виктор, привет. Да, и криптобой здесь. Криптобой, да? Да, у него свой канал. Телеграме, расскажи, пожалуйста, о себе, чем вообще занимаешься. Слушай, ну, в крипте где-то с 2017 года. Ничего себе, это такой старичок, конечно. Да, уже, ну, не знаю вообще с 2013-го. Холдил, в принципе, биток, но потом продал. Вот, сейчас занимаюсь блогингом. Вообще работаю, кстати, в крупных проектах. Работаю в крипте. Да, но в очень крупных проектах, таких как поработал с Автос, блокчейном. Сейчас работаю в Киберконнекте. Ну, в общем, делаем дропы. Чув, наверное, все как обычно. Где сейчас заработать можно? Вот новички вот пришли, все говорят, заработать, заработать. Тир 2, 3 проектах. Потому что, мне кажется, такие вот проекты, которые на хайпе, да, вот там, Layer Zero, мне кажется, они, ну, не очень раздадут. То есть, где меньше людей, то и делают. А где их искать? С минимальным инвестом. Подписываться на мой канал. Ссылочка в описании будет. Ну, хорошо, подписались на твой канал. А ты сам делаешь фундаментальный анализ или что? Как ты их находишь? Да, ну, тоже вот с ребятами с крипто-тусовки со всей СНГ общаемся. Ну, и как, тоже все делают ресерч. Но в основном как-то, слушай, мне больше нравится работать с проектами. И ты, когда в проекте поработаешь, ты уже понимаешь, стоит ли там, ну, делать на него упор. Как-то так. В общем, сейчас зарабатывать новичкам можно? Конечно, конечно. Я думаю, вы still early, как говорится. Согласен, согласен. Ребят, ссылочка в описании на канал Криптобой. Подписывайтесь, следите за новостями. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Друзья, продолжаем серию интервью Blockchain Life 2024. Евгений, привет. Привет, Ян. Рад видеться здесь. Я тоже. Как дела? Как настроение? Настроение отличное. Но как же, планово же быть, другое. Неделя крипто-мероприятий сплошняком. Не говори, не говори. Расскажи, какой проект ты представляешь? Проект Gagarin World. Это Launchpad и Go-to-Market Agency. Что там делать обычным людям? Обычным людям, конечно же, верить в крипто-проекты и заходить на них на ранней стадии, когда они только-только собираются выйти на крипто-биржи. Мы для них предоставляем возможность вкусные аллокации и в самых вкусных проектах приобретать по лучшим условиям. Скажи, на какая сумма минимальная? Допустим, 200-300 долларов я могу зайти? Да, уже появляется возможность с этой суммой. Но, как правило, это средний чек где-то 1000-2000 долларов. И получается уже тогда очень здорово. Буквально уже на листинге можно отбить эту тысячу с иксами. Слушай, но мы же все понимаем, что когда заходишь на ранней стадии, нужны там иксы, плюсы и все остальное. Реально ли в минус уйти? Были такие случаи? Они чаще всего происходили как раз в той самой недавней медвежке, которая, можно сказать, закончилась. И именно тогда мы придумали историю с рефандами, когда ты сначала в проект инвестируешь, а на листинге смотришь его динамику. И если тебе она не нравится в течение двух часов, у нас тогда было два часа, можешь вернуть деньги назад. То есть это абсолютно... Всю сумму. Всю сумму, да. Прикольно. Да, ну теперь это 6 часов, на некоторых ланчпадах это вообще неделя целая. Так что инвесторы в безопасности. В общем, они договариваются с маркетмейкером, он держит цену 6 часов, все, не этот, бах, вниз. Но это шутка, конечно. Конечно, конечно, так и все происходит. На самом деле шутка. Ребят, проект Гагарин, мы сами знаем, ребята смотрели этот проект, изучали, все классно, все супер. Ссылочки в описании, если кто-то хочет вкладываться в проекты на ранних стадиях, пожалуйста, welcome. Спасибо огромное. Спасибо, ребятам. Спасибо, спасибо, я. Друзья, ну что, продолжаем серию интервью Blockchain Live 2024. Сергей, привет. Привет, я. Ребят, поговорили за кадром, на самом деле очень интересный человек, работал в Binance, разрабатывал приложение, то, которое вы на своем телефончике клацаете. Вот это вот, вот человек, это он, он делал. Расскажи, как ты там работал, что вообще как бы представляется собой именно разработка мобильного приложения в Binance. Там же, наверное, такая бюрократия. Или, смотри, знаешь, на самом деле я давно хотел поговорить, потому что у нас дизайн в нашем приложении очень похож. И когда выпустили, допустим, мы там сами ведем, как инфлюенсеры, свою страницу, и дизайн похож очень с нашим. Как вы выбирали дизайн? Как вы вообще, кто это делал? Слушай, вопросов куча. В Binance, кстати, не знаю, как была бюрократия, мне повезло, я в пиатном департаменте работал, и все было очень достойно. Мне было понятно, что делать, кому кто репортит, то есть все было четко. Хотя в Binance, вы знаете, пока я пришел, он вырос там несколько раз, от пары тысяч до семерки, наверное. Так что там все понятно и прозрачно. Про дизайн, мне кажется, есть какое-то интернациональное чувство, куда движется крипта и user experience, и дизайн всех коммерческих приложений, наверное, это банкинг и криптобанкинг, крипто, оно все похоже, и такое ощущение, что все друг друга воруют дизайн, потому что для пользователей будет непонятно. Поэтому вы, когда наверняка делали приложение… А мы раньше сделали. Раньше. А мы раньше сделали. Мы потом еще сравнивали, знаете, как так. У меня все время складывается ощущение, что что Binance, что Bitgett, что Okix, я сейчас смотрю, все делают так, чтобы пользователю было понятно, и это очень очевидно. Ну, то есть такое ощущение, что один кто-то придумал это все. Возможно, вы. Возможно, мы, да. Нам очень было приятно, на самом деле. Мы сидели, сравнивали. И 89% прямо похож дизайн. Потому что пользователь должен столкнуться с чем-то понятным, интуитин. Если шаг справа какой-то, что-то неочевидное, что-то подписать лишнего, то у него сразу все. То есть лишний каждый степ на user flow, что нужно подтвердить в почту, он, скорее всего, уйдет. То есть конверсия уменьшится, а нам нужно его довести до покупки, до любого действия, которое принесет как бы деньги на платформу. Согласен. Слушай, но мобильное приложение еще же нужно разместить на App Store, на Google Play. Вы сталкивались с этим, с такими вот проблемами? И более это прям махина такая. Слушай, я в Маймонс, там специальные люди этим занимались. Я иногда какие-то ищи разбирал, почему что-то не листится, какие-то проблемы. Я в других фирмах тоже занимался финансами и были с листингом проблемы. И были особенно проблемы у тех, кто, ну типа Russian based какие-то компании. Ну да, да, да. И там всякие обходы, приходы. То есть это целая большая проблема, как правильно залиститься. Но на самом деле она решаемая. И нам тоже говорили, вы не попадете, российские разработчики с криптой. Все попали, все нормально. Главное пробовать, главное делать. Не останавливаться. Расскажи, ты как вот видишь вообще тренды вот 24-25 года. Ну вот ребята горели за кадром, ты хорошо разбираешься в DeFi. И в DeFi, и в CeFi, и вообще в разных регулированиях. Ну какой же самый вот такой? Тренды от Сергея Маслова, да? Я думаю, тренд этого года регулирования. Вайна всех зарегулировала. Вступил на этот путь, одно из первых. Сейчас крупные площадки, скорее всего, пойдут по этому же пути. Максимальное регулирование с минимальным комплайенсом. То есть так внедриться в какие-то регуляторные нормы, чтобы как можно больше пользователей и с как можно большим чеком оставить. То есть сейчас регулирование позволит инвестиционалам же идти. То есть первый тренд – это регулирование. Второй тренд – я думаю, это RBA. Это дверь, через которую еще никто толком не зашел. Все об этом говорят. Ну и подраздел RBA – это стейлкоины, например. Вот смотри, вот RBA, извини. Если, грубо говоря, у тебя есть какой-то товар, не знаю, там, в петличке, да, ты на каком-то маркетплейсе продаешь якобы за крипту. Ну, продаешь, а меняешь, да, вот сейчас. То есть это, грубо говоря, RBA. Насколько, как ты думаешь, это разрешит делать наше государство? Смотри, ну можно тут еще прямо на часочек поговорить. У нас в целом RBA, у нас уже по-русски называется CFA. И объем торгов за последний год у них вырос кратно, и там просто миллиарды. Я могу, ну, так предположить, что там частично WASH Trading. То есть мы друг другом торгуем с нулевыми FI. Я знаю, Санкт-Петербургская площадка уже там участвует, ну, Санкт-Петербургская биржа. Около 10 блокчейнов, в частности, Альфа-банк сделал, Мастер-чейн, ИВМ-совместимый чейн и Waves. То есть 10 всяких поставщиков и объемы торгов в Конске. И я думаю, как бы тренд RBA в том, что совместить общепопулярные RBA, ну, как NFC или, в общем, с тем RBA все покрыть какими-то мостами и через регулирование мы когда-нибудь придем к какому-то такой мультивселенной с массой блокчейнов. Не в этом году или, может быть, все-таки будет? Ну, мы к этому по-любому же придем. Сто процентов. Может быть, не в этом, потому что всем еще не совсем понятно, как это будет. Да. Но так будет. То есть у какого-то криптохолдера, у какого-то крипто кошелька будет имя, фамилия. То есть у этой проблемы будет идти. А если, как ты думаешь, еще такая фантазия, может быть, да, там госблокчейн, на котором все будет строиться. Я не знаю, там RF-блокчейн. Так уже сделали сейчас около 10 блокчейнов. Ну да, ну это понятно. С капотом там EVM и какие-то подобные хопер-леджеры. Просто соединят их все в одну сетку. Ну, там есть один момент, что они весьма приватные. Ты можешь с ними общаться только с помощью поставщика услуг. И если у нас есть какой-то юзер-экспириенс, юзер-флоу, если с криптой, особенно сейчас, который КЛС, типа Кокекс сейчас дает, что у тебя крипто кошелек где-то в iCloud. То есть ты сид фразу не пишешь, то в случае с ТФА тебе нужно какую-то бумагу заполнить, куда-то отнести, быть хвалом, квалифицированным инвестором. Это иметь там несколько миллионов рублевого оборота, пройти экзамены, какие-то тесты заполнить. То есть это прям хедейк. Ну вот видишь, в Европе уже ввели, что ты, ну не везде, но ты не можешь вывести на кошелек non-name крипту с биржи. Ты сейчас про Travel.ru говоришь. Не-не-не, там другие темы, что типа вот ты хочешь вывести с централизованной биржей куда-нибудь крипту, ты должен только на верифицированный кошелек свой вывести. Все, дальше. Мы слоили какого-то контрагента и хотели сказать, что мы в рамках какой-то сделки, очень какой-то предоставили. Да, да, да. По мне это норм. В целом норм. Если ты честно работаешь, в принципе норм. Плати налоги, окей. Поэтому я на своем канале, криптоевангелист Сергий, такая маленькая уставка. Ссылочка будет в описании, ребята. Рассказываю, что уже давно пора завести два кошелька. Ну, условно. Один для вот госорганов, каких-то там, условно, белых, с полностью заплаченных транзакций, полностью оплаченных. И другой под всякий airdrop, под какую-то халяву, где-то ты что-то убал. А лучше три. Еще один, чтобы для хранения крипты, чтобы оттуда не уходило через email проверку. На разных блокчейнах, разных металлических девайсов. И обязательно разобраться, как это работает. Потому что в моей практике, когда я там консультирую рамках какого-то криптоэмердженси, люди умудряются с холодными кошельками влюхиваться в такие как бы траблы. Не использовать синхронизованные площадки при этом. Да, да, да. Бывает такое. И поэтому, вот чтобы защитить таких людей в целом-то, я и говорю о неком регулировании, оно нужно будет. То есть ты криптоанархист, пока тебя не украли первый биткоин. Помогите, спасите, да. Как в сберкассе, по адресу, по месту жительства. Алло, Мариночка, восстановите мне хоть что-то. А ключей, как бы доступа к кошельку нет или кто-то куда-то увел. То есть это целая проблема. Поэтому регуляция нужна, конечно. 100%. Ребят, подписывайтесь на канал Сергея. Ссылочка в описании. Спасибо огромное. Хорошего дня. Спасибо.